Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хыван. Я вас приветствую на канале Процветок. Пора сбора урожая томата практически завершилась. В теплых регионах, в теплицах, но многие поздние сорта еще могут выдержать те температуры, которые формируются в защищенном грунте. Надеемся, что наши советы помогли вам устоять против фитофторы и кладоспориоза. Однако для большинства из огородников сейчас наступает время подумать о тех проблемах, которые были в течение сезона выращивания продукции и вспомнить те моменты, которые, возможно, были упущены. Поговорим сегодня о таком явлении у томатов, как желтые плечики. Желтыми плечиками называют зону в районе плодоножки, когда мякоть становится плотная, а желтая часто внутри волокнистая. И это явление зачастую сопутствует некоторым сортам такого любительского, неинтенсивного типа. О причинах образования вот этих вот плечиков у томата имеется много разрозненной информации. Чаще всего в большинстве роликов вы можете услышать о том, что данное явление связано с недостатком калия. Однако это не совсем так. Давайте же разбираться, какие причины приводят к образованию желтых плечиков и как с этим бороться. Прежде всего, я хочу сказать, что для многих сортов томатов, особенно любительского типа, наличие вот этих желтых плечиков является нормальной генетической особенностью. Однако в норме эта пигментация постепенно пропадает по мере созревания томата. Если же созревание томата не приводит в конечном счете к исчезновению этих плечиков, то надо разбираться. Вот у таких вот темно окрашенных сортов томата в незрелом особенно состоянии эти желтые плечики могут в том числе проявляться как зеленое пятно у плодоножки, которое либо исчезает, либо нет. При достаточно интенсивном освещении оно может приобретать желтую окраску. Многие думают, что это связано с излишним солнечным облучением, что удалили листья и из-за этого происходит вот это пожелтение. Нет, это здесь вообще ни при чем. Иногда в результате удаления листьев на плодах образуются ожоги, которые формируются как желтые водянистые пятна, но они никогда не образуются регулярно именно вокруг плодоножки. Поэтому это не является причиной. Посмотрите, пожалуйста, на большинство плодов на ваших растениях. Вспомните, какими они были. Если у них у всех было вот это желтое или зеленое пятно вокруг плодоножки, то это не что иное, как сортовой признак. Не стоит с ним бороться. Он либо исчезнет сам, либо не будет оказывать негативного влияния на вкусовые и потребительские качества. Если же у нас желтое пятно у плодоножки результирует как толстая, такая грубая мякоть, безвкусная, которая буквально половина томата вырезается и выбрасывается, потому что есть его попросту невкусно, то вот это уже настоящая проблема. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на вашу схему и ваш режим подкормок растений. Как я уже говорил, многие упоминают виновника калия, что его не хватает. Однако это не так. Значение имеет не просто количество калия, а его соотношение с азотом. Если в период налива плодов азота больше, чем калия, в этом случае у некоторых опять же сортов могут формироваться эти самые желтые плечики. Это означает, что не только количество калия должно быть увеличено в подкормках, но также и значительно уменьшено количество азота. Кроме того, чтобы азот усваивался правильно, необходимо обязательно делать подкормки с помощью хилатного железа. О рецептах хилатного железа, домашних рецептах мы говорили неоднократно. Используйте этот метод совместно с увеличением дозы калия, снижением дозы азота и железными подкормками с целью уменьшить проявление или полностью исключить проявление вот этого симптома. Другими причинами образования вот такой грубой толстой мякоти на вершине плода и от нарушения пигментации может быть излишняя влажность воздуха в теплице, излишняя влажность почвы в теплице, уплотненная почва в теплице. Это все неблагоприятные факторы, которые так или иначе влияют на гармоничное усвоение элементов минерального питания. Именно поэтому при нормальных дозах калия и при нормальных дозах азота, при нормальном их соотношении, следите за нашим калькулятором, выбирайте правильные дозы подкормок, и формируются такие симптомы. То есть растение усваивает элементы питания неправильно. Кроме того, такой симптом зачастую связан не с излишней инсоляцией при удалении, например, листьев, как утверждают некоторые блогеры, а наоборот с затенением, слишком густым расположением растений, с обилием листьев и недостатком солнечного света. Если ваши томаты дают такой симптом плечиков именно в этих условиях, то в этом случае увеличьте количество солнца, и плечики эти пропадут или не будут такими драматично мощными. Еще одной причиной образования плечиков является поражение некоторыми грибковыми бактериальными возбудителями. Боритесь, совершайте различные действия по защите ваших растений от патогенов. Если ваши растения атакуют кладоспариоз, фитофтороз, фузариоз, другие патогены, то на этом фоне, конечно же, нарушается и гармония минерального питания, усвоение элементов питания, и, конечно же, образуются вот такие вот всевозможные симптомы. Но у меня нет, к сожалению, классических. Я поискал у себя, чтобы найти вот прям такие классические плечики, но у меня нету, поэтому показываю генетические. Вот здесь тоже генетические плечики. Мелкие томаты, у которых в зрелом состоянии уже никакой пигментации нету, а в незрелом состоянии имеется вот такая темно-зеленая, переходящая в желтую пигментацию. А зачастую желтые плечики являются симптомом мозаики томата. Для некоторых сортов при не очень высоком уровне поражения мозаикой, а это вирусное заболевание, переносимое тлями, цикадками и другими насекомыми, которые высасывают сок, трипсами, это единственный симптом поражения этим заболеванием. Поэтому, если вы перебрали все возможные варианты и ни один из них не является причиной образования плечиков, обязательно поменяйте семена. Не собирайте семена собственные, не используйте их, тем более с растений, где вы заметили наличие вот этих вот желтых плечиков. Получите семена, приобретите семена из надежного источника. Возможно, проблема плечиков уйдет. Как видите, проблема желтых плечиков является гораздо более сложной, чем просто обеспечение калиевыми подкормками в больших дозах во время формирования плодов. Поэтому следите за тем, чтобы все элементы успеха, все элементы высокого урожая были соблюдены. На этом я прощаюсь с вами и желаю вам успеха в выращивании такого прекрасного и полезного овоща, как томат. Всего хорошего!